Итак, ребят, напоследок хотел закончить видео своим мнением и своим обсуждением мероприятия, на котором мы сегодня были. В общем, все было сделано хорошо, спланировано все замечательно, призы зачетные, спонсоры хорошие, рекомендую посещать такие мероприятия, но, к сожалению, в конце слета у меня был конфликт с администратором именно сайта Самара Клад, если память не ошибаюсь, Алексей Нумизмат, Самарский Нумизмат он еще называется. В общем, проблема в чем? Первая проблема была в том, что как бы первый раз мне сделали замечание, что я якобы нахожусь в палатке администрации, хотя я находился вне палатки, сидел рядом с участниками, с гостями за пределами палатки, то есть я ничего не слышал, ничего не видел, тем более, вот, мне сделали замечание и сказали удалиться. Я молча ушел, вот. И второе замечание мне было тогда, когда уже слет закончился, подведения были сделаны, все призы раздали, все пошли как бы фотографироваться на общем фоне, вот. И я решил посмотреть, сколько участников непосредственно было на состязании, на слете. Вот, хотел просто посмотреть, ребята, просто посмотреть и зашел в палатку заснять на камеру, сколько было участников для итогов подведения, сколько было людей, там все такое, ну, знаете, как обычно я подвожу итоги. В итоге этот Алексей мне сделал еще раз замечание, причем в грубой форме, и мы с ним немножко как бы повздорили. Мне это было неприятно тем, что после любого мероприятия по закону должны афишироваться данные, должны подтвержденные документы и все прочее. Я лично просто хотел заснять, сколько было участников. В итоге получил нагоняй, и мне это очень не понравилось. Вот, и, знаете, остался осадок здоровский. И на этом слете я больше не буду присутствовать. Извините меня, друзья, комрады, подписчики, кто посещает эти мероприятия. Да, все было хорошо, все замечательно, все было замечательно. Рекомендую посещать такие мероприятия, но седой копатель больше не будет там. Может быть, на радость, а может быть, на грусть многим. Но мне не понравилось тем, что вот такой-то осадок у меня на администрацию именно на Самарского нумизмата. И как бы это нехорошо. Все должно быть по чесноку. Все должно быть документально, все заснято, подведение итогов. Потом многие могут подумать, что это предвзятые отношения, побеждают, возможно, одни и те же люди, что это все подговорено и все прочее. Ребят, ну не знаю. Сегодня я участвовал в конкурсах. Ни на одном конкурсе я не выиграл. Но это понятно, потому что я не верховик. Я не хожу по верхам. Я как бы ничего это не устраиваю. Я шурфолог. И просто решил поддержать сам слет своим принятием слета, как бы чтобы на массовое обозрение все это сделать. Небольшая лепта за участие. Тысяча рублей был взнос. В итоге получилось 56 участников. Лепта тысяча рублей, 56 тысяч. И знаете, осадок остался. И как бы я больше не буду такие мероприятия посещать. Вот именно это мероприятие. Печально то, что он находится у меня под боком в населенном пункте в моем. И неприятно то, что такое отношение к блогеру. Тем более к блогеру-земляку. Плюс к тому, что я их канал ВК как можно продвигал. Делал репосты. И как бы призывал людей, чтобы они приезжали. И в итоге получилось вот так. На этом закончу свой диалог. Мероприятие в целом состоялось. Но итог подосрали сами администраторы с общением с блогером. Блогер, ребята, кто это блогер? Это репортер. Это рекламодатель. Это тот человек, который помогает вам продвигать свои мероприятия, свои каналы, свои группы. А вы к блогерам так похуистически относитесь. Это я имею ввиду к администрации. Так что администрацию имейте, мотайте на ус, что так работать нельзя. Я сегодня выступал от чистого сердца. Снимал от чистого сердца. Разговаривал, общался с друзьями. Призывал то-то, то-то, то-то. Помогал какими-то физическими делами. Помогал что-то как-то делать, продвигать ваши. А вы так отнеслись именно к моим услугам. Все неприятно, неприятно. Но на этом закончу. Не знаю, что ответят сами администрации, что якобы я без разрешения, без каких-то там, я не знаю. Но, ребята, репортеры это такие. Они лезут везде, сиюзущие. Если все честно, если по чесноку, зачем так нервничать и идти на компромисс. То есть, как бы делать вот такие неприятные эпизоды. Так что, значит, что-то нечестно в этих мероприятиях, раз так злостно отнеслись к тому, что я пытался до вас днести. Что пытался заснять на камеру. Не знаю. Может быть, все честно. Может быть, нет. Но Седой сегодня не выиграл ни в одном конкурсе. Хотя был рядышком везде. Но мне мероприятие такое, в принципе, понравилось. Если кто-то чего-то меня пригласит на новое мероприятие, я, конечно, поддержу. Кстати, я хотел этот слет кладоискателей в следующем году поддержать финансовое. То есть, предоставить свои призы. Призы, между прочим, были бы не хуже. Ценные. Но в связи с этим делом, я, к сожалению, все. Ни призов, ни поддержки. Я выхожу из этой группы. Группа ВК Самара Клад. Ухожу, удаляюсь. Не хочу с ними ничего иметь дело. В общем, все. Жирный-жирный крест. На этом все. Всем пока. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова